В полночь с 15 на 16 апреля в микрорайоне Север возле лалька с мороженым прозвучало два выстрела. На место происшествия выехали инспекторы пункта Терескей Ембикшинского района Шымкента. К нам подошли молодые парни, сначала они попросили мороженое, а потом начали требовать больше порций, стали придираться и оскорблять нас. Вышел мой брат и хотел их успокоить, но тут завязалась драка. Я хотел выбежать и разнять их, но в этот момент еще один из нападавших вытащил пистолет и два раза выстрелил в мою сторону. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали одного из четырех нападавших. При досмотре у 23-летнего подозреваемого был найден газотравматический пистолет. Для выяснения обстоятельств подозреваемый доставлен в РОВД Ембикшинского района. Этой же ночью по улице Тукаева был остановлен свадебный кортеж из внедорожников. В ходе досмотра машин полицейские нашли в салоне внедорожника стробоскоп и сигнально говорящее устройство. Все автомашины, участвующие в свадебном кортеже, были водворены на штрафную стоянку. Отметим, что по закону подобные устройства устанавливаться на личные автомашины без разрешительных документов категорически запрещено. Примерно в 8 часов вечера на бульт 102 поступил тревожный звонок от молодого парня. По словам звонившего, трое неизвестных, связав его, избивали на протяжении суток в темном подвале и требовали денег. После этого хулиганы поместили парня в багажник старенького ваза 7-й модели и повезли в сторону микроэйна БАМ. Благодаря оперативным действиям полицейских и слаженной работе, жигули с подозреваемыми удалось задержать в считанные минуты. «Они меня избивали целые сутки в каком-то темном подвале и требовали денег. Я сказал, что у меня их нет. Но они настаивали. После этого, как наступило утро, я сказал, что найду средства. Тогда они меня связали и посадили в багажник вот этого авто. Я смог развязать руки и позвонить по номеру 102». Трое молодых подозреваемых оказались жителями 17-го микроэйна Шимкента. По их версии, потерпевший их давний знакомый. Парень якобы задолжал им деньги за мобильный телефон. «Скажи честно, ты же должен был мне телефон. И поэтому мы требовали у тебя деньги. Не просто так ведь». Подробности этого дела выясняют сотрудники альфа-арабийского РОВД. «Изов принято, уезжаем». Продолжение следует...